Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мне нужна энергия, чтобы выполнить то, что я задумала. Энергия, чтобы править Видеолэндом. Но что более важно, сила, чтобы уничтожить принцессу и этого надоедливого капитана. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, если ты явилась сюда, чтобы снова нам докучать, то ничего у тебя не выйдет. Ты абсолютно права, моя дорогая. Так как у меня ничего не выйдет, вы уж простите, что была с вами слишком грубой. Вся эта борьба никому нас не приведет. Как насчет другого? Как насчет спортивного соревнования? Я ей не доверяю. Она что-то задумала. Ну и что ж ты предлагаешь возглавать соревнования? Устроим небольшие олимпийские игры. Мои воины, то есть мои атлеты. против Каптана Энн и его команды. Если мы проиграем, то больше никогда не покинем Детройт. А если мы победим, то я стану новой королевой Видеолэнда. Ты принцессой? Если мы победим, то сможем наконец от нее избавиться. Именно этого мы и ждали, ваше высочество. Возможность жить в мире. Я знаю, но мозга матери нельзя доверять. Что если это трюк? Так это или нет, то лучший способ пояснить это, согласиться на участие. Но что если мы проиграем? Проиграем? Со мной-то в команде? Ой, не шутите. С Каптаном Энн во главе и с Мега Силой. Мы в безопасности. Ну, полагаю, что так. Мы согласны, мозг мать. Чудесно. Увидимся завтра в Колизее Карлса, чтобы сразиться. Он же станет вашей могилой, глупцы. Надеюсь, мы приняли верное решение. Не волнуйся, принцесса. С таким качком мы просто непобедимы. Спустя некоторое время, на поле Творца Кевина и остальные тренировались, чтобы быть готовыми к предстоящим играм. Ладно, ребята, вы должны привести себя в форму, чтобы победить. Саймон Бельботт, как всегда в форме, я могу прыгать хоть с закрытыми глазами. Эй, остановись, заканчивай. Прекрати медленно. Я не знаю, как ты, Сэббетт, но твоя хлысть явно в хорошей форме. Очень весело. А мне что делать с этими шарами, Капитан Энн? Все просто, Мегабен. Ты не должен взять их вот так вот, а затем кинуть как можно дальше. Типа этого. А теперь ты попробуй. Осторожнее. Это было невероятно. Я знаю, что ты хочешь помочь, Дюк, но собаки не участвуют в соревновании. Так ведь? Можете положиться на меня, принцесса. Ты куда, по-твоему, ты целился? В мишень? И что, это похоже на твою мишень? Так, давай-ка я тебе покажу, как надо стрелять. Ах ты, обезьяна ходячая. А до другого края Видеолэнда, в странном мире Панчаут, предспешники-базгопатели тоже готовились к предстоящим играм. Раз, картошка два, картошка три, картошка четыре. Я потерял свою скакалку, поэтому взял еще картошку. А-а-а, вкуснятинка. Я люблю пить грушу. Да еще больше, я люблю кусаться. Ну что ж, король Гиппа, давай посмотрим, сможешь ли ты взять этот вес. Да легко. Эй, базгвать! Как тебе это нравится? Посмотри! Я тебя взмажу, если не прекратишь дурачиться. Но вы же сами сказали, что мы подготовились к играм. Я не хотел, чтобы вы тренировались физически. Я хотел, чтобы вы подготовили уловки. Гиппопотобед и башка. А зачем нам готовить уловки, если вы собираетесь их просто уничтожить после того, как найдете три спрятанных сокровища? Потому что сухофруктовые твои базги победа будет отличным фоном для становления меня в качестве принцессы. Раз у нас хочет, чтобы жульничали, будем жульничать. Вот, например, мой разрушительный удар. Да, а вот моя базука брокколи. Ах ты! О, нет! Постой, постой! Это был несчастный случай! Я тебе сейчас покажу несчастный случай! Защищайся! Ну ладно, сам напросился! Я тебя затыкную! И засмикную! И за антришочу! Да? Ну а я тогда из тебя сделаю овощную лепешку по семейному рецепту. О, нет! Только не лепешку по семейному рецепту! А тем временем, под борцей силы, принцесса Лана была беспокоена тем, что может проиграть по загомателям соревнований. Я самый красивый, так что это мое лицо должно красоваться на коробке хлопьев. А я самый сильный, так что это я должен красоваться на ней. Игра будет проходить в моем мире, так что это я буду на коробке. Прекратите! Ни кто не попадет на коробку, если мы проиграем завтра. Не волнуйся, принцесса, я знаю, как привести этих ребят в порядок. Итак, сотни отжиманий, начали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До следующего дня на Малдикарес, тысячи зрителей собрались, чтобы наблюдать за противостоянием в видеолимбе. И не забывайте обращать внимание на все странное. Хорошо. И помните, главный не победа или поражение, а само участие. Нет, идиот! Я организовал мероприятие, чтобы найти три спрятанных сокровища. И как только я ими завладею, я уничтожу капитана Энн и принцессу. И Виндио Лэн станет моим! Дамы и господа Видеолэнда, игры начинаются! Ты справишься, Кэвид, я уверен в этом. Первое соревнование – это командный рейслинг. А я слишком пау, чтобы бороться. Если Кинг Хипа сядет у меня, то я превращусь в лепешку. И вы называют Кинг Хипа только из-за его головного убора. Мамы шикар, нам надо постараться победить. Секундочку, кажется, у нас будет замена. Король Гиппа не будет сражаться. В беста короля Гиппа будет сражаться Донки-Конг! О, нет! Что? Первый, кто повалит противника на мат, тот и победитель. За кадата не хвататься. Ты герись с бакуажарным волшебником, а я разберусь с Донки-Конгом. Да, попытаюсь, по крайней мере. Давай, малыш, шикар, покажи, для что способен. Вот ты белкая креветка. А раз ты креветка, давай сдавим из тебя салат. Ой, мы, кажется, забыли крабовые палочки. Малыш, шикар, используй рычаг. Раз, два, три. Ход переходит в Донки-Конгу. Отпусти меня. Раз, два. О, ладно, здоровяк. Попал бы сразиться с кем-то своего размера. О, дед. Раз, два, три. И победитель Донки-Конг. Донки-Конг побеждает в первом среде аварии у вас сгоматери, а дочка у команды Н-0. Там не нужны сокровища обозгомать. Мы сами сможем разбазать этих звездяков. Уверена, что сможете, но это не повод отказываться от источника силы. Идите и достаньте мне первое сокровище. Это не честно. Донки-Конг гораздо больше всех нас. Ты шутишь? Дон больше любого из команды Чикагских Медведей. А теперь Бегамэн и Доктор Валли в забеге до 1000 ярдов через электрический лабиринт. До старта. В Деварье. Марш. Бегамэн берет хороший старт. Вперед, Бегамэн. Ты справишься. Доктор Валли за Мегамэном, который вышел на финишную прямую. Мегамэн. Его дезинтегрировали. И Доктор Валли побеждает в забеге до 1000 метров по электрическому лабиринту. И у команды Мозглава 3-2 очка. А дуб быстро вытерет от БНС от своего футбога. Ой, простите, Мозглава. Простите, Ваше Высочество. Я старался. Это не твоя вина, Бегамэн. Они жульничают. Тем временем, в священном склепе прямо под Горой Кара, Король Гиппо ищет первое священное сокровище. А, летающие крысы. Первое священное сокровище. А в это время Доктор Валли побеждает видео олимпийские игры перевестили в первое место для следующего соревнования. А теперь они, принцесса Илана и Кинг Хиппо будут соревноваться в прыжках в воду. Эй, убирайтесь от меня. Ты чего так долго? А теперь быстро пошел, пока тебя не дисквалифицировали. Одно есть. Осталось два. Я немного боюсь прыгать в это озеро с водопадом. Кстати говоря, о водопаде. Это место допоминает мне какой-то уровень из игры. В этом соревновании в виде не без разу скорости и сложности. И не забывайте про летающих акул. Летающих акул? Ты не говоришь, что тут и есть летающие акулы? Я просто не хотел тебя волновать. Отличный нырок, Дюк. Это нечестно. Собака не пострадала. Да, да зато Биггибод пострадает. Так, хватит. Мы собрались тут, чтобы дарять. Сначала чудовище, а потом красавица. Кинг Хиппо падает сгом на бомба. Прямо будет небольшой счет, если его укусят. Быстрее, забудьте мне второе сокровище. Слушаюсь ваше морщинство. Не упоминай морщину в моем присутствии. Это линии красоты. А теперь пошел. Кинг Хиппо ужасно большой счет. Не волнуйся, принцесса, ты победишь его. Принцесса, она побеждает. Мазгамать 2, команда N отмачка. Ура, просто чудесно, просто чудесно. Неплохо, неплохо. Я могла быть лучшей, и мне для этого даже тела не надо. Большое спасибо! Я достал мозгомать. Два есть, осталось одно. И вот, после всех середоварий, счет был равный, если бы видеолэнда будет трешна 10-кометровой гонке на колеснице. Может быть, все делал в арбзодах? Или может быть, есть какой-то секретный пароль? У меня голова идет кругом, кажется, я уже играл в нечто подобное, но не помню, что это было. Не думай об этом, просто помнишь, что мы должны победить. Или эти уроды будут жить в нашем замке. Это старт, вагибарье, бадж. И... малышикар вырывается вперед. Куда уделся? И, похоже, малышикар выбывает из гонки. Пока, малыш, идиот. Доктор Вайлис звонит в гонг. Эй, Саймон, могу я предложить тебе фрукты? Саймон Бельбон прямо-таки выскользнул с трассы. Я не могу до этого смотреть. И команда Энн лишилась еще одного участника. Кажется, Баклажан-Волшебник уснул за рулем. И остался только Капитан Энн и Ким Кипо. Доставим время для моего супер-прорыва. Прощай, король улиток. Капитан Энн значит капитан никакой. О, Капитан Энн, большие неприятности. Надеюсь, это сработает. Они приближаются к первичной прямой. Кажется, Ким Кипо не победит. Секундочку, он свернул куда-то, дадет туда. Капитан Энн сделал это. Команда Энн победила, мозг мать. Еще одно. Три, ну конечно же. О чем ты? То, что мозг мать держит три секретных сокровища. Ты абсолютно прав, Капитан Энн. И еще к твоему несчастью, ты опоздал. Моя силу теперь безгранична. Узрите. Барбдон в забвении. Неужели мозг мать захватит видеолэнд? Капитан Энн с смердельным воркзон? Сдаем следующей захватывающей серии приключений Каптана Энн в повелителях игры. Капитан Энн. Капитан Энн. ДИК.